Доброе утро, Катюша! Речной карнавал в нашем городе, это было бы просто глупо, и, соответственно, эту глупость никто не совершил, провели. Такое количество зрителей было, дорогие друзья, потому что я, честно говоря, не думала, ну кто придет, все-таки непонятно, что будет, лало, все набережные усыпаны. Ой, как много народу, правда. Несмотря на то, что было 38 градусов выше нуля. Воспоминания о лете, потому что у нас уже 12. Ну теперь да, уже. Теперь да. Я решила, знаете, когда самый дождливый день, у нас сегодня в Петербурге страшные дожди, горы с грозами, я решила вам принести солнечное, вот такое вот прекрасное. Не дожидаясь ноября, решила прямо сейчас. Да. Ну так что хочется рассказать. В нашем городе, как вы понимаете, одни из основных видов развлечений экскурсионных, это прогулки по рекам и каналам на корабликах. И все компании, которые в нашем городе работают и предоставляют эту прекрасную услугу, презентовали себя в речном карнавале. Вот мне удалось пробраться на самый, как мне показалось, веселый кораблик, да, где играли джаз, и, знаете, так постоянно к Петру. А что-то к Петру пошло? К Петру, знаете, не пускают нынче, я еще чином не вышла. Но, конечно же, открывал речной карнавал, корабль, на котором был Петр Первый, с какой-то дамой, возможно, с Екатериной Первый, ну и, может быть, и Второй. Кто их, кто их, кто их Екатерина считает? И с удовольствием, с удовольствием прокатилась с ними по рекам и каналам, под мостами, позагадывали желания. И что мне больше всего понравилось, люди на всем маршруте, мы ведь очень большой путь прошли, мы прошли от Крюкова канала до Спаса на Крови. Вот люди везде нас встречали, и прям большое количество. Мне кажется, вот побольше надо таких праздников, и будет жизнь веселее. Катюша, ты прекрасна, спасибо тебе за солнечный, замечательный материал. Феликс, сними кем, ты в помещении. Я что, похож на... Да и пожалуйста. Да и не хочу.